Добрый творческий день, друзья! Сегодня у нас очередная встреча из цикла Цирско-сельские встречи. В стране закончилась декада ужаса, как говорил Анищенко, новогодние праздники, а теперь, и не только в России, а вообще в мире, психология ведет людей, начинается такая посленовогодняя депрессия. Но мы, дабы вот эту всю депрессию, значит, как бы отодвинуть, мы решили сегодня фонтанировать, быть красивыми, изящными, насколько это у нас получится. Но не только мы и мои гости замечательные, но и их творчество, прежде всего. Сегодня у меня в гостях певица, художник, дизайнер Полина Левшина. Полина, добрый день! Здравствуйте! И художник, и, я бы сказал, такая уникальная личность, потому что у нее есть такое замечательное место, перец, шоколад, я там бывал даже, на Лермонтовском 15, где студия как бы, да, человека, красоты, но там такая теплота, и такие работы, картины, которые мы, Ульяна, сейчас еще сможем увидеть, да, частично, конечно. Это просто как галерея для меня, то есть заходит человек, и вот я даже придумал такое тебе на ухаву, может быть, не знаю, возьмешь ее, нет, назвать, поскольку Ульяна Скифова, кофе по-скифски. Да, неплохая идея, кстати. Сразу человек, значит, уже приходит, какой-то кофе по-скифски, там, по-венски, как-то, да, что-то такое. Но, на самом деле, друзья, маленькое вот такое событие произошло вчера, я не спал всю ночь, думал об этом, это, конечно, все меняет, теперь можно уже и не учиться, и не сдавать экзамены, вот я детям рекомендую, потому что, ну, во всем случае, в естественных науках физики, потому что вчера ученые обнаружили, ну, не вчера, может быть, чуть раньше, что где-то в обозримой, значит, Вселенной они нашли небывалое скопление квазаров, или квазаров, я не знаю, как правильно, квазаров, наверное, значит, 73 квазара, то есть, что такое квазар, как я примерно понимаю, это Вселенная, в которой есть черные дыры. И вот они не должны так стоять, как они стоят, вот рядом, Вселенная с черными дырами, квазары. И после этого они говорят, что на самом деле такой путь, значит, если взять Эйнштейн и вообще все законы физики, то это должны проходить, это расстояние между ними, там, 120 миллиардов лет световых, всего-то. А здесь, получается, расстояние 400 миллиардов лет. Значит, вся Вселенная совершенно не работает. А вот давайте поговорим, как устроена Ваша Вселенная. Полина, вообще, как Вы, может быть, я не знаю, познакомились, встретились, что как-то Вы, вот Вы чем-то даже похожи, именно не внешне, а каким-то не ловим, таким петербургским стилем, я бы так сказал. Ну, как всегда, как это бывает, ни одна встреча не бывает случайно. Вот Полина, вернее, наше с ней знакомство, там подтверждение. Полина, ну, может быть, ты немножечко припомнишь момент? Ну, со стороны, можно сказать, что это чистая случайность. Я ехала на машине, и с меня сел телефон. И мне срочно нужно было позвонить. Я просто не думая, куда, где, мне срочно надо. И я заскочила в первое место, где мне кажется, что это было возможно. Зарядиться или как-то взять у кого-то телефон. Это, казалось, студия красоты, Лианы Скифовой. Перец, шоколад. Вот самое название. Тебя поразило? Вот меня, знаешь, сразу поразило. Скажи больше, место, я когда вот оказался в этом месте, это же угол канала Грибоедова и Лермонтовского, да, практически. Это потрясающее, красивое место Петербурга. Вот я там никогда не был. Ну-ну. И потом, после того, как проблема была решена, мы стали общаться. То есть телефон зарядили. Да. Перца-то попробовала. Звонок состоял. Шоколада тоже. И потом это вот общение стало перерываться. А картины вот ты там увидела, да, в этой студии? Пока в тот момент они... Да, как-то еще были в том... Они были немножко скрыты, но зато я немножечко смогла прочувствовать Полину. Изначально, конечно, вообще не поняла, что за девушка. Она была в капюшоне, лица было практически не видно, но зато она мне... А кофе по-скифски еще не готовит? Кофе по-скифски еще не варилось, но как-то все было очень быстро. Зато Полина успела мне напеть вот так в полушутку то, что мне просто на душу легло. Твои зарядки телефонов. В тот момент... Да. На прощание. Я сказала, а что вы еще умеете, я спросила. Она сказала, а я еще умею петь, спела. Потрясаю. Маленький вот такой вот нюанс, который просто стал таким вот очень важным моментом в нашей дружбе. Замечательно. А что-нибудь вот можете вспомнить из того, что пела... Это была песня, украинская народная песня, не вся комиссия. Замечательно. Может быть, включить этот кусочек. После Нового года как раз хорошо... У нас есть видеоживопись, и вы можете спеть сейчас. Вот как хотите. Полина, вот если можно напеть, пожалуйста, потому что живой голос вживую слушать, Полина, это великое счастье. Как будто мы сейчас на Украине. Тихая Украинская народная. Хорошо. Прямо сразу? Конечно. Сходу. Сходу. Птичь, как мисочная, зоряная, ясная, видно, хоть голки сбирай. Выйди, коханная, працей узморена, очна хвилиночку вгай. Сады мавку почти тут петкаринною и над Панами я пан. Вянь моя рыбонька с рыбною хвилею стрелится в поле туман. Замечательно. Прекрасно. Как можно было не среагировать. Я сразу была, конечно, поражена и поняла, что... Тарас Шевченко просто бы, конечно, сказал, что это вот высший пилотаж. Ну, я присоединяюсь к Тарасу. Ульяна, ну, вот та живопись, на самом деле, которая в нашем замечательном «Перце и шоколаде», вот так мне нравится название, потому что я бы даже, может, книгу так назвал свою. Книга мемуаров «Перец и шоколад». Ну, я, конечно, с твоего разрешения, если вдруг ты позволишь, позволишь, да, такую вольность. У нас же есть возможность показать твои картины, да? Да. Я просто хочу, вот, свои, опять же, ощущения сформулировать еще раз. Для меня, вот, живопись Ульяны настолько поразительна для серого, темного, унылого Петербурга, построенного на костях. Ну, есть патриоты, которые скажут, что все не так, у нас фейерверки, праздники, балы. Но, тем не менее, я хожу по улицам, я живу в метро. Не побоюсь этого слова. И вижу, что там происходит. Поэтому есть возможность у нас посмотреть твою живопись и, соответственно, понять, вот, другой совершенно мир. Немножечко почувствовать. Почувствовать, да, совершенно правильно, да? А оригиналы всегда на Лермонтовском 15. Да. В «Перце и шоколаде». Ну, я знаю, что там вот эта выставка, она так меняется все время, что люди приходят. На постоянном движении, да, и как-то... Кто-то у тебя все время пытается что-то вот даже купить, а ты как-то вот даже иногда говоришь... Я помню, ты же так переживаешь, что... Бывают моменты, они как сердце неотделимы, с которыми я не могу расстаться. Да. Ну, давайте посмотрим, друзья, моя живопись. Ульяна Скифовой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прочь! 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 Вечера такие, знаешь, импровизационные, потому что вся жизнь импровизация. Ну что, у нас еще есть возможность посмотреть некие импровизации, да? Что у нас здесь сейчас мы увидим? Пожалуйста, подготовьте нас, Ульяна. Что у нас певизация? Ну, импровизация, это не импровизация, это я хотела бы представить Полину Левшину, как, я уверена, великую певицу и прекрасную женщину, которая поет не просто голосом, она поет душой, она открывает то пространство и состояние, в которое можно входить и чувствовать, и ощущать себя. Поэтому я бы хотела, Полиночка, чтобы ты исполнила город влюбленных. Во всяком случае, моя душа поет, когда я слушаю. А вот у нас какой-то видеоряд потом будет, да? Да, там... Или мы сначала покажем. Вот сейчас картины же твои там, да, будут? Или как у вас? Наверное... Что сначала мы показываем? Картинки? Ну, давайте картины, потом Полину, песню. Да, вот, чтобы у нас мы только что спели. Ну, опять мы покажем живопись Ульяна. Там какая-то музыка такая замечательная идет, да? Модер токинг, в космическом варианте. Вот так даже. Ну, давайте послушаем, друзья мои, посмотрим, прежде всего. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Гняв и печаль уйдет, посидим, помолчим, не нужны слова, виноваты мы, а любовь права. Ну что, остается после такого призыва, у нас осталось несколько минут, посидеть, помолчать. В общем, наши зрители, надеюсь, тоже посидят, помолчат. Девушки, ну что, у вас есть еще, у нас действительно время завершается, но в завершении давайте еще один сюрприз. Давайте покажем, если это возможно, чтобы вот у нас так, чтобы сейчас будет песня, я так понимаю, да, а видеоряд, если он вот там появился, какие-то картинки, да, это твоя живопись, Полина, там мелькнула. Да, я так понимаю. Вот, могли бы мы так сделать, чтобы была вот живопись Полины, и мы завершаем нашу программу, Полина Левшина и Ульяна Скифова что-то нам споют, а идет вот живопись Полины Левшиной, да, в этот момент. Давайте, друзья мои. Буквально пару слов, песня о весне, потому что мы хотим пожелать всем телезрителям состояние весны в душе, потому что все, что рождает творчество, это всегда весна. Вот идет по свету человек-чудак, сам себе тихонько улыбаясь, видно в голове какой-нибудь пустяк, с сердцем видно что-нибудь не так. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна. Приходит время, люди головы теряют, и это время называется весна. Па-па-па-па-па-па-па-па. Сколько сердцу боль и долгом не лечили, все равно сплошные перебои. Сколько тут не жалуйся и не ворчи, не помогут лучшие врачи. Приходит время С юга птицы прилетают Снеговые горы тают И не до сна приходит время Люди головы теряют И это время Называется весна Папапа, папапам Друзья мои, ну что, мы, в общем, стремительно Из января, из промозглости Из такого синдрома После новогодия Выходим в весну, я так понимаю Весна перед нами Я думаю, что всем, я, конечно, желаю Дожить до весны, прожить хорошую весну Прожить хороший год Потому что сейчас года идут Новый год, старый Новый год Мы всех поздравляем, наших зрителей Вот с этим рубежом И надеемся, что Новый год будет удачным У всех, у нас Спасибо вам за внимание До новых встреч в эфире Ура, ура Спасибо Удачи Субтитры сделал DimaTorzok